Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о соблюдении обязательств и обязанностей Республики Молдова в процессе мониторинга. Документ был принят в ходе зимней сессии ПАСЭ в рамках пленарного заседания во Дворце Европы в Страсбурге. Вице-спикер Михай Попышой, который находит и входит в состав делегации Молдовы в ПАСЭ, отметил, что это самая позитивная резолюция за 27 лет, с тех пор, как Молдова стала членом Совета Европы. Однако во время дебатов прозвучали разные мнения. Глава группы Объединенных Европейских Левых в парламентской ассамблее Лаура Костель заявила, что доклад по Молдове чересчур позитивный. По нашему мнению, отчет по Молдове слишком позитивный на фоне реальных достижений власти. Еще много чего необходимо сделать. Демократические институты в Молдове до сих пор не функционируют должным образом. Коррупция до сих пор остается большой проблемой. Также отсутствует прогресс в реформировании юстиции, в том числе офиса генерального прокурора. То, как отстранили бывшего генерального прокурора, вызывает серьезное беспокойство. По мнению Лауры Костель, молдавское общество не доверяет реформам, проводимым властями в сфере юстиции. Вызывает серьезное беспокойство и закрытие шести телеканалов, заявляет депутат. По ее словам, это явный шаг назад в деле обеспечения свободы слова и плюрализма в СМИ. Многие рекомендации Венецианской комиссии не берутся в расчет. Новый избирательный кодекс был одобрен без должных дебатов и без консенсуса. Есть резонные вопросы со свободой СМИ. Шесть телеканалов были заблокированы недавно решением Государственной чрезвычайной комиссии. Это явный шаг назад в деле обеспечения свободы слова и плюрализма в СМИ. Государственная чрезвычайная комиссия не должна использоваться в целях ограничения фундаментальных прав и свобод человека. Еще Лаура Костель высказалась по поводу усиления роли секретных служб в Молдове. Растущее влияние секретных служб в Молдове также вызывает беспокойство. Планируется расширить их полномочия, вынеся за рамки закона. Секретные службы могут самостоятельно вносить граждан Республики Молдова в санкционный список. Мы считаем, что мониторинг Молдовы должен продолжаться. В заключение Лаура Костель заявила, что внимание мониторинговой группы должно быть приковано к грядущим всеобщим местным выборам. И к соблюдению принципов верховенства закона и демократии. Вице-спикер парламента Молдовы Михаил Попшой, в свою очередь, назвал резолюцию по Молдове одной из лучших. И выразил надежду, что в этом году завершится мониторинг Молдовы Советом Европы. Я хотел бы поблагодарить садокладчиков и всех коллег за этот отчет, который можно считать одним из лучших, если не самым лучшим за 30 лет. Мы надеемся в этом году пройти фазу мониторинга и перейти к постмониторингу. Спасибо. Напомним, зимняя сессия ПАСЭ проходит с 23 по 27 января. Отчет по Молдове подготовили садокладчики Пьер Аллен Фридес и Инесса Лебини Эгнери, входящие в комитет, который следит за выполнением стран Совета Европы своих обязательств. В эти же дни в Страсбурге протестуют молдавские журналисты закрытых шести телеканалов.